Московский онкологический форум 2023 проходил в столице с 15 по 17 июня. Официальный старт этому масштабному мероприятию дала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. В своем выступлении в ходе пленарного заседания она сообщила, что в настоящее время в столице завершается стопроцентное обновление инфраструктуры для лечения онкологических заболеваний. За последние несколько лет в Москве удалось создать единую онкослужбу на базе пяти якорных стационаров. Суть перемен даже не только в том, что сконцентрированы в пяти, а в том, что в каждой из этих клиник организован полный комплекс от диагностики, включая молекулярную генетику, консилиумов, определение тактики и применение всех видов лечения. А мы знаем, что в онкологии наибольшие, наилучшие результаты дает комплексное лечение, когда объединяются вместе хирургия, лекарственная и лучевая терапия. Но еще важнее то, что после этого лечения всю жизнь пациент наблюдается в этой же клинике. Он не мечется по стационарам, по знакомым, а он находится под пристальным наблюдением. И это дает свои результаты. За последние годы в столичном здравоохранении не только кардинально пересмотрены все процессы, связанные с маршрутизацией пациентов, но также выработаны новые подходы к лекарственному обеспечению. Крайне проблемная статья подходов для любого государства в мире. Часто об этом говорим в тех же сегодняшних штатах Америках, потому что это все проценты, но вот эти полиции в больнице остаются подкротами, просто потому что не могут обеспечить, ну, имея там частные страховки, не могут обеспечить просто обеспечение лекарственного обеспечения. Среди участников форума было немало врачей московских поликлиник. И сегодня в коридорах мы увидели всех главных врачей московских поликлиники, врачей общей практики, врачей-терапевтов. Это значит, что онконасторожность и желание раннего выявления онкологических заболеваний, оно находится не только в голове, но и в развитии компетентных свойств. Даже такие проекты московского здравоохранения, как павильоны «Здоровая Москва» или реформирование отделений профилактики, говорят о том, что онконасторожность, раннее выявление онкологических заболеваний и правильная маршрутизация в Центры амбулаторной онкологической помощи, в Центры эндоскопической помощи помогут в дальнейшем выявлять на ранних стадиях и более эффективно лечить онкологические заболевания. В Москве реализуется масштабная программа по оснащению медицинских организаций с современным оборудованием. Только за последние годы в столичные больницы и поликлиники были поставлены десятки тысяч единиц медицинской техники, использующейся в том числе для диагностики и лечения онкологических заболеваний. «Сегодня Москва, московское правительство не просто дает возможность рекомендовать самое современное лечение, берет на себя обязательство гарантировать это самое современное лечение. И те переходы, те изменения, которые приведут к тому, что более 90% пациентов, имеющих подачь на опыты, на сегодняшний день имеют возможность случиться в рамках открытия ОМС, дает нам возможность решить применять стационарно-размещающие технологии и проводить почти все варианты предоставления в условиях нет. и для того, чтобы не было стационара, избавить пациентов от необходимости ежедневного прихода за каждой таблеткой. А для врача вот эти новые возможности дают другую перспективу попробовать что-то новое, использовать самую современную методику, самое современное лекарство. А если это не входит даже в этот уникальный московский стандарт онкологической помощи, обратиться к профессиональному сообществу в рамках перспектива онкологического консилиума. Сегодня в Москве растет объем малоинвазивных высокотехнологичных операций, выполняемых при онкологических заболеваниях с помощью роботоассистированных систем. В 2022 году в столичных стационарах было проведено свыше тысячи подобных хирургических вмешательств. Это на 14% больше, чем годом ранее. Для расширения возможности применения роботической хирургии в онкологии Москва запускает проект по оснащению всех онкологических стационаров роботоассистированными системами «Довинчи». Сегодня 35 активных консольных хирургов. Из них урологи, хирурги, общие хирурги, абдоминальные хирурги. Меня поправляют Шагулин постоянно. Это гинекологи, онто-гинекологи. Меня поправляют постоянно. И дорогальные хирурги. Это серьезная, большая программа. Вы скажете, их больше, чем 35. Да, 35 сертифицированы по всем международным стандартам с пятью дипломами. Важные достижения в роботизации хирургической урологии отметил и один из зарубежных участников Московского форума. Я вижу, что и в Москве роботизированные операции на «Довинчи». Здесь уже давно применяются. Но вот цистектомия – это новый метод лечения. Именно с помощью робота при раке мочевого пузыря уже применяется в Москве. И, в общем-то, мы сейчас об этом, кстати, будем говорить. Я считаю, что ведущие московские клиники находятся на хорошем европейском уровне. В Московском онкологическом форуме приняли участие специалисты из ряда стран Европы и Азии. Многие по понятным причинам онлайн, но кто-то смог приехать и выступить перед коллегами с трибуны, а также поделиться своими впечатлениями со зрителями Первого медицинского канала. Форум впечатляет размахом, своим расположением, подбором докладов. Поэтому хочу сказать, что Российская Федерация уделяет большое внимание медицинским вопросам, и это очень важно. В последнее время у нас появилось достаточно много возможностей для лечения данной патологии. Мы имеем большой опыт в лечении у виальной меланомы. Основное достижение в лечении данной категории пациентов – это, конечно, органосохраняющее лечение, сохранение не только органа, но и зрительных функций, остаточных зрительных функций, что очень важно для человека. Существенные изменения в принципах и методах оказания онкологической помощи населению происходят с 2017 года в Узбекистане, в частности, в области реконструктивно-пластической хирургии ракомолочной железы. За последние пять лет у нас каждым годом поток больных вылечивается. Вначале было очень сложно. Почему? Потому что многие, даже врачи, считали, что при онкологии – это пластическая реконструкция. Само слово для них это было дико. Как будто это онкология. Зачем умирающему человеку такие операции? Но вот последние пять-шесть лет, то, что мы показали свою работу, он дает свои плоды. И вот ежегодно у нас более 100 пациентов, учитывая там небольшой город, проводим такие подобные операции. И каждым годом оно увеличивается на 20%, на 25%. Для ранной диагностики ракомолочной железы у нас в Узбекистане проводится мамоскринговая программа. За последние два года мы проводили около 150 тысяч женщин мамографические исследования. Из них около 500 женщин выявили онкологическую патологию. И где-то 80% это на первом-втором стадии. Московский онкологический форум 2023 проходил под девизом «Делимся опытом, создаем будущее, продлеваем жизнь». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова